К пожару не готовы. Сегодня сотрудники МЧС проверили несколько высоток на улице Чикалова-Оренбурга. Проверка эта внеплановая, а все из-за множества нарушений, которые были выявлены накануне. Посмотрим наличие руководства в доме кассетки, в вашей репарте не слышно ничего. Ярко-красные пожарные ящики на деле оказываются бутафорией. Внутри они абсолютно пустые, а значит и бесполезные. Но на первом этаже 29-го дома по улице Чикалова на них хоть посмотреть можно. На всех остальных этажах ящики находятся за дверями жителей. Противопожарный водопроводник с противопожарными кранами не имеет доступа, потому что двери закрыты. Противопожарный кран находится с той стороны. При желании к ящикам попасть все же можно, если кто-нибудь из жильцов окажется дома. Как следовало ожидать, пожарные короба пустые. Зато указано, где на случай пожара можно взять рукав в 35-м доме. И он с 29-м, даже не соседний. Тамбуры не только закрывают доступ к средствам пожаротушения, но и перекрывают доступ к системе вентиляции. Система дымоудаления. Для удаления дыма со всего коридора, этажа. Не только с одной какой-то его части. Но в данном случае, как вы видели, уже перегородки установлены самостоятельно. Пожарные в очередной раз напоминают, что в коридорах категорически запрещается хранить вещи, тем более легковоспламеняющиеся. Впрочем, эвакуационный выход все равно заварен. Так что, может, этот склад и не помешает убежать из отдымленного жилища. Один из выходов предусмотрен с торца здания по наружной открытой лестнице. Мы, как видим, дверь здесь завалена, закрыта. Проверка налицо. Обслуживающая компания ничего и не собиралась делать, чтобы устранить нарушение. Дома обслуживают ЖЭУ номер 8, и пожарные здесь явно не самые желанные гости. В прошлом году у меня было на полмиллиона штраф. Я подал на амбитражный суд, и суд вынес решение, что не промочное решение. То есть нарушение пожилым домам, особенно по высоткам, промочное выделать? Нет. Решение суда есть. Ну, это понятно, что решение суда. То есть вы от данной проверки отказываетесь? А ее не быть не может. Это обменит это решение. Как ни парадоксально, но инспекторы оказались бессильны в этой ситуации. Обезопасить сами себя на случай пожара могут только жители. Принять соответствующие решения они могут на собрании собственников жилья. Юлия Натрися, Гмитрий Григорьев, ОРЕН-ТВ.